Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем разбирать тему Woodmort, урок номер 30. В этом видео Woodmort настройки темы, магазин, вариативные товары. Давайте рассмотрим их. Первая опция – быстрый магазин для вариативных товаров. Что это такое? Здесь вот на миниатюре видно, в карточке появляется выбор, допустим, цвета. Если будет без этого, то это может привести к дополнительным действиям. То есть с этой страницы мы можем только перейти в карточку товара и уже здесь выбрать характеристики товара и положить его в корзину. Если же здесь включено, то появляются еще две опции. Первая опция позволяет прямо на карточке, на картинке, произвести выбор, а вторая позволяет под картинкой. Давайте сохранимся, обновимся. То есть я нажимаю на «Выбрать» и у меня прямо здесь, вы видите, возникает выбор цвета, к примеру, выбор размера или грамм, килограмм и так далее. Здесь уже на самом деле, как вам больше нравится. Этот вариант позволяет рядышком показывать и следующей опции нет. Либо вот этот вариант позволяет показать ссылку «Очистить» выбор. Это просто у нас без очистки. То есть смотрите, возьмем вот этот вариант «Сохранить». Пойдем на сайт. Во-первых, вот появляются они под картинкой. И если я здесь выбираю цвет, появляется дополнительная атрибуция. И вот «Очистить» ссылка появляется «Сбросить» по умолчанию. И естественно, если сейчас я нажму на «Выбрать параметры», я попаду в карточку товара. Следующая опция позволяет, что нам отобразить в сетке над товаром. То есть какой атрибут. Здесь будут все ваши атрибуты, которые вы создали в атрибутах. У меня есть цвета и размеры. Допустим, я могу сделать так, чтобы размер был виден. У меня вместо цвета здесь появляется размер. Ну то есть не размер, у меня это грамм и килограмм, вместо цвета. Следующая прикольная вещь, если у вас очень большой выбор цвета, и допустим, это как-то не умещается и выбивается из дизайна, и хотите сократить. Как это будет выглядеть? Давайте включим, посмотрим. Как только это включаем, этим ползунком мы решаем, сколько будут сразу вариаций на виду, и сколько будет доступно по клику. У меня стоит 3, чтобы наглядно это посмотреть, этого будет достаточно. Я обновлю карточку товара. Вот здесь я вижу 3 цвета и плюс 2. Я нажимаю на плюс 2, появляются все остальные мои цвета. Точно так же это может работать здесь. Эта опция у нас ниже. Включаем. Тоже сколько товаров, сколько показывать вариаций, так же будет работать. Использовать картинки из вариаций. У нас по умолчанию это включено, но если мы сначала задавали цвета, давайте вот это я отключу, то у нас будут вот здесь вот цвета, выбор цвета. Как сделать так, чтобы здесь это было прямо картинками, цветными картинками, выбор цвета. Для этого нам нужно будет проверить атрибуты. Я зайду в настройки значений цвета. Вам нужно будет пройти в каждый цвет, если вы ранее задавали вот здесь вот цвет, сюда вы загружаете изображение. И если вы хотите, чтобы изображение там показывалось, то цвет вот здесь обязательно нужно сбросить, потому что цвет здесь идет в приоритете. Давайте сохранимся и посмотрим на одном вот этом атрибуте. Пойдем на сайт, обновимся. Видим, что вместо голубого, при наведении все равно показывает название голубой, и картинка именно товара в голубом цвете. И, соответственно, надо проделать это для каждого цвета, загрузить картинки, отключить цвет, и тогда здесь у вас будут реально картинки. Далее в карточке товара, если нужно, чтобы название было над выбором атрибуции, если мы сейчас посмотрим карточку товара, то у нас цвет слева относительно атрибутов, размер слева. Если нужно над, тогда мы здесь включаем в положение да, и тогда у нас более компактно это выглядит, цвет над атрибутами, размер над атрибутами. Следующая опция, если мы ее включаем, здесь в картинке видно, у нас будет по клику, по выбору атрибуции, картинки прокручиваться сверху вниз, это можно настроить для компьютерной версии и для мобильной отдельно включить, если для мобилки это тоже нужно. Движемся с вами дальше. Дополнительные варианты изображений, то есть когда мы нажимаем на цвет, у нас подгружается нужная картинка. По умолчанию это включено. Если мы посмотрим на мой пример, то у меня тоже картинки здесь меняются. Для тех, кто не знает, в настройке товара вам нужно будет зайти в вариации, развернуть каждую вариацию, и у вас вот здесь будет возможность каждой вариации, то есть это серый цвет, я подгрузил серое изображение. То есть у вас будет вот так это выглядеть. У каждого, у каждого абсолютно товара. У каждой вариации это нужно сделать. То есть здесь я нажимаю на картинку и выбираю соответствующее изображение. И тогда у вас будут тоже меняться картинки по нажатию атрибута. Следующая опция способ хранения данных вам потребуется только тогда. Выбор вот этот вот. Если у вас возникла проблема с импортом и экспортом. Дальше порог вариации Ajax. Увеличьте это значение, если вы заметили проблему с функцией дополнительных изображений вариаций. Движемся с вами дальше. Скрыть цену до. То есть у вариаций вот так вот цена, прочерк, то есть от минимальной до высокой. Это можно видеть вот здесь. Когда я выбираю, цвет меняется и цена меняется здесь. Здесь у нас от и до. Если нужно скрыть, сейчас мы посмотрим, как будет выглядеть. И вот еще полезная вещь. Удалить дублирующую цену для переменного продукта. Тоже я бы это включил. Теперь у нас будет показана одна здесь цена. И при клике будет показана именно одна цена того варианта, который я выбрал. Следующая очень интересная опция показать одну вариацию. Если мы включаем, здесь у нас есть предупреждение, чтобы это сработало, нам нужно зайти в товар и заново его просто сохранить. Тогда каждая вариация будет как отдельный товар. И это можно массово сделать внутри WooCommerce. Давайте сейчас протестируем. Я нажму сохранить. Я нахожусь в товаре. Там, где у меня есть вариация. Еще раз нажму здесь просто обновить, сохранить материал. Пойдем в магазин. И вариативный товар, вот он у меня был тут один, вот с этой колонкой. Вы видите, он автоматически разбился на пять товаров. Причем я это изменил только к одному товару и другие вариативные товары. Вот этот, например, планшет, он тоже разбился. Значит, это применилось ко всем вариативным товарам, вот вы это видите, которые только есть у меня на сайте. В какой момент это может вам понадобиться, я не знаю, но присваивается свое название. У меня была только колонка. Автоматически сайт прописал оранжевый и поставил один килограмм. Потом колонка красный 500 грамм. Понятно, что у меня здесь несоответствие идет граммы к колонкам, но это у меня демо-сайт. Уж простите за этот момент. То есть это разбивает. Но самое интересное, а что если я хочу в какой-то момент вернуть это, эти товары не удалятся, не совместятся, что произойдет? На самом деле все произойдет. Если я просто эту опцию верну назад и обновлю страницу, у меня совместятся обратно все товары. То есть как будто их и не было. Это достаточно интересно выглядит. Также к этой возможности у нас относится еще одна опция скрыть родительскую вариацию. Это если вы ее используете, то вот эту опцию вы смотрите. Нужно вам скрывать ее или нет. Следующее, наверное, здесь уже как раз заключительное, самый, наверное, интересный момент, связанный с вариацией. Что это такое? Если мы это включаем, то нам нужно подготовиться. И в процессе сейчас я вам расскажу. Здесь у нас в товарах есть, вот видите, LinkedIn Variation. Вот это ссылка на английском. Сначала мы заходим сюда. Здесь у нас ничего не будет. Мы можем сделать что-то подобие вариативного товара, только каждый выбор, допустим, выбор цвета, будет являться как отдельной ссылкой. И нас будут перенаправлять на отдельную ссылку. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть вживую. Допустим, у меня есть товар лампа. Я уже его создал как отдельный товар. То есть один и тот же товар в разном цвете, но я создал вот их три штуки как отдельный товар. То есть лампа классик, лампа оранжевая. То есть просто сейчас это простой товар. Лампа зеленая. Это тоже. Ну то есть это все простые товары. Сначала, то есть мы создаем вот такие товары. Дальше. Здесь возвращаемся в этот линк. Заголовок произвольный, чтобы вы просто не потеряли, к кому он относится. Вот здесь вот вы выбираете созданные товары, которые у вас одиночные, простые товары. То есть у меня три лампы, которые будут связаны. Лампа классик, оранжевая и лампа зеленая. Следующее. По каким атрибуциям будут связаны. То есть у меня будут связаны по цвету, могут и по другим атрибуциям, как хотите. Выбрать все. Можно еще сделать. Дальше. Атрибуты для изображения продуктов. Здесь я тоже выбираю цвет и опубликовать. После этого вам нужно зайти в эти связанные продукты в каждой из них. Напомню, что это тип простой, обязательно простой товар. То есть я захожу в первую лампу. Дальше я перехожу атрибуты. И вот здесь вот я добавляю цвет. Я его добавил. То есть у меня здесь зеленая лампа. Я добавил здесь зеленую лампу. И сохранил продукт. Это простой товар. Еще раз повторюсь. Это не вариативный товар. И вам нужно будет зайти в остальные связанные продукты и назначить ему цвет. То есть вот я еще раз вам покажу для закрепления информации. Вот я зашел в оранжевую лампу. Я захожу в атрибуты, добавляю цвет. Вот здесь просто добавил оранжевый. Сохранил. И что происходит? Человек заходит, допустим, в одиночный товар. И он видит, как будто бы вот здесь вот вариативный товар. То есть человек может увидеть в этом товаре, что есть и другие цвета. Вариативный товар, он бы внутри одного товара действовал. Но если я кликаю на, допустим, оранжевый, то меня перенаправляет в другой товар. Ссылка меняется. То есть вроде бы все то же самое, но каждый элемент, каждый цвет, любой атрибут будет являться своим товаром, как единица товара, со своей ссылкой. Возможно, это будет хорошо, лучше для SEO, оптимизации сайта. Потому что есть своя ссылка, свой заголовок, и это отдельная страница. То есть каждый товар, по сути, будет индексироваться отдельно, нежели это будет все внутри одного товара. То есть здесь уже нужно просто смотреть, как лучше себя поведет, как лучше это будет для вас, приемлемо для вас. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах, на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ